Друзья, всем привет! Сегодня сделаем интересную подборку из пластиковых бутылок. И для первой самоделки нам понадобится вот такая 5-литровая бутылка. Делаем разметку. Разметку делаем следующим образом. По одной стороне ведем прямую линию и затем ведем немножечко под откос. То есть под углом нам нужно срезать данную часть. После разметки все это отрезаю канцелярским ножом. Режется очень легко данная бутылка. После того, как срежем донышко, должно получиться вот так. И теперь, где мы больше всего срезали пластика, также делаем разметку. Вырезаем вот такой вот круг. То есть сделали разметку круга и опять же канцелярским ножом работаем. После того, как все мы это вырезали, выглядит наша бутылка вот таким образом. И теперь беру вот такой уплотнитель, вернее утеплитель для окон. И обклеиваю все грани. Ну, можно также использовать обычную зажигалку. Ну и теперь все, можно спокойно работать. И вот для чего нам нужна данная самоделка. Сейчас наступила пора сбора урожая. В данном случае собираю вишню. И не всегда удобно слазить с лестницы, убирать вишню и снова залазить. А здесь, как мы видим, собирается на раз-два. Друзья, подскажите, а вы как собираете вишню? Каким способом? Для следующей самоделочки нам понадобится вот такой шприц. Это десятка. Также можно использовать и двадцатку. Теперь берем наш шприц, вытаскиваем шток. И нужно сделать две прорези. Я использую такую небольшую ножовку. Но опять же, можно использовать обычный канцелярский нож. Режу до середины шприца и затем эту часть вырезаю ножом. Должен получиться вот такой квадрат. Длина его 15 мм. Затем сверлим отверстие по центру. Отверстие я сверлю восьмым сверлом. Этого будет вполне достаточно. Ну и затем приступаем к штоку. Снимаем резинку и убираем вот эти лишние все заусенцы. Ну и также нужно будет еще и срезать грани. Сам шток, длину нам нужно отмерить 25 мм. И вот так срезать грани. Как видим, есть грани острые, а также просто плоские. Теперь собираем нашу самоделочку. Вставляем вот это уплотнительное кольцо. Его я тоже просверлил девятым сверлом. Теперь берем вот такую резиночку и одеваем на наш шток. Все это дело после этого заправляем в наш шприц. Смотрите, как должны устанавливаться резиночки с одной и с другой стороны. Все, наша самоделочка готова. Можно приступать к работе. А служит данная самоделочка для того, чтобы очищать нашу вишню от косточек. Ну или черешню. В интернете множество различных способов. И вот этот способ мне показался самый простой и самый быстрый. Друзья, поделитесь, а вы как очищаете данную вишню. Теперь нам понадобится вот такая полтора литровая бутылка. Можно использовать и двухлитровую. Делим бутылку на три ровных части. Затем проводим линию. Линию я провожу линейкой. Можно просто взять маркер и без линейки разметить приблизительно. Но с линейкой покрасивее. После этого между линиями делаем расстояние пополам. И рисуем вот такие окошки. Должно получиться три окошка. Затем их нужно вырезать. Но вырезать нужно не полностью. Вырезаем, то есть буквой П. Широкую одну часть режем и по бокам. С одной стороны и с другой стороны. Данную процедуру нужно выполнить на всех трех окошках. Будьте кстати внимательны, при работе с ножом можно обрезаться. После этого выгибаем наши окошки вот таким способом. Смотрите, вот в эту сторону. То есть делаем один загиб. И также выполняем на всех остальных. После этого у нас должна получиться вот такая вот конструкция. Когда все это загнули, в центре нашей бутылки сверлим отверстие. Я сверлю 14 сверлом. Затем берем арматуру, гвоздь. Но опять хотелось бы сказать, что гвоздь можно не обязательно. Можно заточить арматуру. Опять же вместо арматуры можно взять обычную палку. И ее заточить и использовать ее. Это все уже зависит, какой материал есть у вас в наличии. Ну и после этих операций можно приступать к сборке нашей самоделки. И устанавливать ее на дачном участке. А для чего она служит? Чтобы отпугивать кротов. Мы устанавливаем нашу самоделку. Начинает дуть ветер. Бутылка создает колебания. И эти колебания передаются в землю. Следовательно кроты боятся колебаний и уходят с вашего участка. Как вам самоделка, друзья? Для следующей самоделки буду использовать вот такую 5 литровую емкость и шприц. В первую очередь берем шприц и отрезаем донышко у данного шприца. То есть там, где находится носик. Отрезаем все ровно. Чтобы стараться не было каких-то загибов. То есть должны отрезать очень ровно. Затем берем пробку от нашей бутылки и сверлим отверстие. Отверстие должно быть тем диаметром, каким диаметром у нас шприц. После этого все сажаю на термоклей сверху и, конечно же, снизу. И даю все это высохнуть, чтобы засохло. Дальше берем нашу емкость и срезаю дно. Но дно срезаю не полностью, а с трех сторон. Чтобы у нас получилось наподобие что-то крышки. Некоторые срезают полностью. Я вот решил таким способом, чтобы лишняя грязь не залетала в нашу емкость. Ну и все. Теперь можно собирать нашу самоделочку. Закрепить ее где-то в удобном для вас месте. Налить воды. Воды можно и холодной, и теплой, кому как удобнее. И можно пользоваться данной самоделкой. А получилось, как вы видели, такой простенький рукомойник. То есть в любом месте, где вы его прикрепите, можно подойти и спокойно помыть руки. Когда мы шприц поднимаем вверх, и как видим, вода текет. Когда насыпаем, она перестает течь. Чтобы больше была герметичность, данный шприц мы чуть побольше опускаем вниз. Друзья, думаю, многие сталкивались с такой проблемой, когда наливаем бочки для полива огорода, часто вылетает шланг. И приходится чуть ли не целую бобину туда пихать. Здесь нам поможет обычный электрод, ну или, к примеру, кусок проловки. Берем шланг и вставляем данный кусок проловки, ну или, как в моем случае, электрод. И загибаем поднушенным нам радиусом. Все, после того, как мы загнули, можем ставить спокойно на бочку, и наш шланг никуда не вылетит. Друзья, обычно для контроля заполнения бочек используются вот такие пластиковые фигуры. Но можно и обойтись более простым способом. Берем обычную пятилитровую канистру и кидаем ее в емкость. Затем включаем воду и идем работать на огород. Издалека мы увидим, когда наша бочка заполнится. Выключаем воду и убираем данную емкость. Вот такие вот простенькие самоделочки у нас сегодня с вами получились. На этом будем заканчивать. Всем пока, до новых встреч!